приветствую всех меня зовут юрий быков я режиссер картины сторож и я хочу рассказать о создании с моей точки зрения ключевой сцены для фильма где решается самый главный вопрос кто кого на самом деле любит уходи что ты натворила как мы знаем из сюжета вера и супруги они в бегах потому что и хотят найти и убить и к моменту начала той сцены которые мы обсуждаем вскрывается главное что вера не любит своего мужа мало того она ему изменяет со сторожем и хочет с ним уехать может показаться что сейчас стас будет мстить потому что персонаж это жесткий бескомпромиссный не имеющий ни жалости ни любви но оказывается что единственное что он боится потерять эту собственную жену боится потерять настолько что превращается в маленького плачущего мальчика который просит жену не уходить разлюбила не любила мы заставим героев в тот момент когда вера отказывает своему мужу и в этот момент стас и превращается в животное которое хочет свою жену либо добиться либо убить нам вместе надо быть понимаешь мы поодиночке не вытянем не получится ты не сможешь без меня смогу я не смогу понимаешь я не смогу да все все дальше каждый сам по себе вот момент насилия вот еще несколько секунд и вера станет жертвой собственного мужа в этот момент сторож находится в соседней комнате он вроде бы ни при чем и ничего не слышит но поскольку женщину в соседней комнате насилуют он естественно бежит туда пытается исправить ситуацию вот начинается драка и стас готов убить сторожа но тот останавливает его и пытается успокоить веру вера сбегает эпизод делится на несколько сцен и понятное дело что они снимались в разное время и с разным подходом и с абсолютно разными задачами но в драматургии и в актерской игре существует одно очень важное понятие сверх задача так вот с того момента когда она ему отказывает в его желание остаться вместе с ней сверх задача у каждого героя длится вплоть до того момента когда вера сходит с парапета и уходит с крыши вот они бегут по лестнице и видно что оба переживают за жизнь верой и хотят остановить это безумие но постепенно на крыше станет ясно что один борется за жизнь веры а другой борется за ее любовь сцена на крыше открывается крупным планом веры который слышит крики бегущих не мужчин когда стас и сторож выбегает на крышу мы еще не понимаем каком положении находится верой только когда стас кричит чё делаешь дура мы понимаем что она стоит на краю пропасти она готова прыгнуть и вот здесь начинается самое главное сторож мизансинический отходит чуть назад потому что понимает что отношение будет выяснять два самых близких человека он здесь лишний он не сможет ни помочь вере не остановить ее вера же должна принять для себя самое главное решение хочет ли она жить дальше она делает шаг она делает другой она делает 3 и повторяет я не получишь создается ощущение что для нее самое главное это не остаться в руках мужа на самом деле она произносит это для того чтобы убедить себя в том что другого выхода кроме как умереть у нее нет пошел нахер и вот она подходит пропасти остался один последний шаг и все закончится сложность съемки сцены на крыше заключалась в том что актриса юганова должна была стоять на краю крыши играть драматическую сцену для этого естественно были приготовлены трасса она была максимально застрахована но каждый раз из дубля в дубль оказывалось что эти трасса эта страховка ей мешает она не может почувствовать это ощущение приближающейся гибели я не мог принять такое решение один и не согласился на полное отсутствие страховки мы договорились о небольшом тросе который поддерживает ее на случай если она все-таки упадет ее можно было бы зацепить сверхзадача веры это уйти из жизни доказать себе убедить себя в том что жизнь не имеет значения что она бесконечно глупо мучительно и бессмысленно чего она собственно сделать и не может потому что оказывается что единственным спасением для нее в ее же ситуации это пытаться продолжать жить тогда возможно что-то исправить становится понятно что стас любит веру сторож веру жалеет а вера не любит никому что лучше равно собьется в психушке закончат